Выхухоль? Ну я ее никогда не видел даже, вы знаете. Скажу сразу. Мы снимаем фильм о Выхухоле. Выхухоль. А что это за животное? Это. Это. Это ящерица. Хотя я ее никогда не видел, но думаю так. Выхухоль. Это хищная птица. Это птица. У нее очень острый клюв. Ну птица женского рода. Видимо птица. А где она живет? В гнезде. Ну что это такое повар? А это птица повар. Судя по ответу, мало кто знает, что это за животное. Затрудняюсь, скажу. Ну это наверное... Мне кажется это водяной жире какой-нибудь. Типа бобра. Мне кажется это птица. Большая? А, вы какая? Ну это я затрудняюсь ответить. Большая. Но по названию похожа, что птица. Это птица. Птичная птица. Птичная. Чем-то похожа даже и на ястреба. Это птичек полный. Что же это за таинственное, загадочное существо? Ближайшее от Москвы место, где оно обитает, знаменитая мещера на Рязанищине. Опять из соснового бора Пахнуло смолистым теплом. Блеснули лесные озера Загадочным черным стеклом, Теряясь в кустах чернотала От желтых кувшинок пестра. Всю ночь до рассвета плутала Туманом повитое пра. Многих поэтов и писателей Вдохновляет природа мещеры С ее грандиозными весенними разливами. А для обитателей лесов и лугов Половодие Настоящее бедствие. Начинается Вынужденная перекочевка животных И больших, и маленьких. Мелкие зверьки Переселяются на второй этаж В пни, дупла, кроны деревьев Или прячутся В верхушках почти затопленных стажков. В половодии на мещере Время массового пролета птиц Кряквы, шилохвости, гоголя И другие хуты Но больше всего здесь гусей Серых, гуменников и белоногов Десятки тысяч Где-то в этих местах Затаила с выхухолемы Ради ее спасения И был здесь создан В 1935 году Окский государственный заповедник Его еще называют Выхухолемы Мы встретились с научным сотрудником заповедника Александром Сергеевичем Ануфрений Около 10 лет Он изучает выхухолемы Весной Ученый вместе со своим помощником Объезжает выхухолевые угодья Они ищут этих редких животных На островках, косах, корягах Всегда ли выхухоль была редкой Александр Сергеевич Рассказал В прошлом веке Ее было много Эти животные обитали В бассейнах и рек По всей европейской части страны Причина резкого уменьшения Их численности Мех выхухолем Изумительной серебриско-черной окраски Мягкой И очень прочной Он высоко ценился в нашей стране И за рубежом Из-за него Выхухоль Хищнически истребляли После революции В начале 20-х годов Ввели строгий запрет На добычу этих зверьков Были организованы Выхухолевые хозяйства И заповедники Сейчас эти животные Сохранились В бассейнах рек Волги, Аки Дона, Днепра И Урала Их у нас Не более 50 тысяч Как живется Этому зверьку В Вовском заповеднике Обычно Выхухоль селится В озерах Старицах Протоках Небольших речках С тихим течением Свои норы Она роет В береговых откосах С выходом в воду Там и живет Семья Родители И от трех до пяти Семья И от общения Не тот Он еще одна Должна быть В поисках выхохоли мы проплыли и прошли пешком многие километры. Наконец, нам повезло. За несколько дней поисков удалось поймать одного зверька. Увидеть выхоль трудно. Неопытному человеку не всегда это удастся. Студенты, которые проходят практику на заповеднике, иногда только на третий-четвертый год могут хорошо наблюдать за выхолью, потому что трудно очень отличить всплески рыбы от всплески выхоли. Это очень осторожный зверек. Реагирует на любой шорох. Выхоль – удивительное создание природы. Это одно из самых древних на Земле млекопитающих. Многие его современники – мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры – вымерли. А этот зверек сумел приспособиться и выжить. Рассмотреть это подвижное и осторожное животное можно только в аквариуме. Всего 20 сантиметров в длину и около 500 граммов веса. Аппетит у зверяка. Что называется, зверской. За сутки выхоль съедает столько, сколько весит сама. В тени отыскивает всякую живность. Личинок насекомых, мелкую рыбешку, моллюсков, голопастиков. Зрение, увы, холи слабое. Зато обоняние и осязание развиты превосходно. И все благодаря чувствительному носу-хоботку. При малейшем раздражении выхухоль поворачивает его, чтобы выяснить, в чем дело. Под водой выхухоль может находиться до трех минут. Не намокает и шкурка. У основания хвоста есть железы, которые выделяют мускус. Жироподобное вещество с острым запахом. Им выхухоль смазывает шерсть, а также метит свои тропы под водой. Кстати, в прошлом мускус высоко ценился. Его применяли при изготовлении дорогих духов. У выхухоли немало врагов. Крупная щука или сом могут ей полакомиться. А на суше она может стать жертвой любого четвероногого или пернатого хищника. Бобер-12, Бобер-12, я Бобер-8. Телес номер 5 шахов, было 2 выхухоли. Бобер-8, я Бобер-12. Слышу вас хорошо. Где находитесь? Прием. Нахожусь на крылой залоги. Прием. Вас понял. Я нахожусь в районе рыбацкой гривы. Лодка здесь стоит и 5 шахов. Нужна помощь. Минуте 15-20 подъезда. Однако самый большой урон поголовью выхухоли наносят браконьеры-рыболовы. Застревая в сетях, зверьки задыхаются и гибнут. Но у выхухоли есть и друзья. Работники службы охраны заповедника. Рейды по заповедной земле в это время года они совершают почти круглосуточные. От зари до зари. Андреич, еще есть. Всю зиму, небось, плетут. Ох, рыбы сколько. Ведь знают, что здесь выхухоль водится. Оставят. Минуте 15-20 подъезда. Весна – беспокойное время и для ученых. Нужно отловить десятки зверьков, обмерить, взвесить их и на лапку прикрепить своеобразный паспорт, колечко с номером. Подсчет показал, что в самом заповеднике и за его пределами, в охранной зоне, около тысячи выхухолей. Куда им расселяться дальше? В Окском заповеднике решили и эту проблему. Стали создавать вот такие искусственные водоемы и выпускать в них зверьков. Те быстро освоили новые территории. В каждом таком водоеме теперь живет одна или несколько семей выхухолей. Нужно, очень нужно помочь выхухоле выжить. Потерять ее мы не имеем права. Она ведь обитает только в нашей стране. Недаром ее зовут Русская Выхухоль. Русская Выхухоль 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 Русская Выхухоль